Спасибо вам за то, что вы здесь сегодня. Это действительно особенное событие для стольких людей, не только здесь сегодня, как часть аудитории, но и по всему миру. Мне доставляет огромное удовольствие представить вам моего товарища, ученого доктора Роберта Дункана. Не могли бы вы поприветствовать его, пожалуйста? Итак, сегодня мы просто проведем дискуссию по важной теме, которая влияет на весь мир. И я просто передам это Роберту, чтобы он начал всю дискуссию и рассказал нам немного о себе, и это будет замечательно. Хорошо. Я не уверен, сколько знаний вам нужно, но я считаю себя одним из последних ученых эпохи Возрождения, последним человеком эпохи Возрождения в мире. Я изучал все от Бетховена до Шекспира. Я учился в частной школе в Коннектикуте, а затем в Гарварде на восточном побережье, куда меня рано приняли. Они позволили мне окончить школу через три года. Я отказался не от Гарварда, а от того, чтобы закончить школу пораньше, потому что там еще так много отличных занятий, и мои родители платили за это, так что... Я работал в компании, занимающейся искусственным интеллектом. Боже мой, я забыл упомянуть, что на старшем курсе я специализировался на доврачебной подготовке и информатике. Я решил, что мне не нравится кровь любого вида. Так что в отличие от остальных членов моей семьи, я не стал врачом, врачом-медиком. Мне нравились роботы, технологии и компьютеры. Так что после этого я работал в компании с искусственным интеллектом, которая занималась распознаванием изображений всех типов. И я вернулся в школу, чтобы получить степень магистра в области биомеханики и робототехники, таких как искусственное сердце и других инженерных специальностей. А затем я снова пошел в школу, в другую лигу плюща, и получил степень бизнесмена, магистра делового администрирования. А затем работал на какой-то другой работе. Я вернулся к учебе, получил докторскую степень по искусственному интеллекту, но в очень специфической области, а именно в оптимизации генетических алгоритмов искусственных нейронных сетей. Так что это означает, что мы создаем инопланетные синтетические умы, зарождающиеся умы. И это так. Когда я говорю инопланетянин, это не из другой планеты. Мы просто создаем кибернетические умы, и есть доктор. Винер, и я думаю, что это было около ста лет назад, когда было создано ЦРУ, в котором упоминалось, что они ввели термин кибернетика. Что означает, что нет различия между синтетическим символическим представлением интеллекта и биологическим. На самом деле они встречаются. Они могут, у вас могут быть чипы мозга, если вы хотите, и все это даст начало сознания. И я просто нахожу эту область увлекательной. Я действительно работал консультантом по менеджменту в фирме из списка Fortune 50 и довольно много путешествовал по всему миру. Во всяком случае, когда меня завербовали, за головой охотились ДАРПа, Министерство обороны, ЦРУ, а я люблю передовые технологии. И я не был аморальен по этому поводу. Я написал код для отслеживания искусственного интеллекта, код искусственного интеллекта для отслеживания советского атомного подводного флота, был большим проектом для военно-морского флота. Работал на дроботизированной хирургии для медицины для армии. Распознавание голоса, планирование разговоров для чат-ботов. Вы теперь используете их постоянно. Оружие глаз божий, которое мы использовали на войне и в войне в Персидском заливе, например. Это V2K. V2K, где мы можем проецировать звук, для которого вы не можете заткнуть уши, чтобы остановить. И мы немного подробнее расскажем о том, как работает эта конкретная технология, но мы сказали им на их языке, что это означает сложить оружие и работать довольно эффективно. Потому что технология необъяснима для обычного человека, который еще не испытал ее. И тогда я почувствовал, что вижу в обществе, как большая часть моей работы используется не по назначению моим собственным населением. Я думаю, это именно то, над чем я работал, то, что переживает Крейг. И это не должно было быть использовано против гражданских лиц. Это должно было быть оружие военного времени, используемое в целях допроса, возможно для того, чтобы утомить врага и деморализовать его. Что, как вы можете понять, перманентное преступление было весьма заинтересовано в этом. Войны без крови. Это замечательно. Быть использованным совершенно неправильно. Я начал свое собственное расследование около 22 лет назад. Я стал правозащитником против пыток, всех форм пыток, но в основном такого рода пыток, о которых Грег расскажет, о том, что случилось с ним и людьми по всему миру. Все было не так, как должно было быть, и поэтому с тех пор моя цель состояла в том, чтобы просвещать людей, просвещать их. Я побывал в Комитете Сената по разведке, встретился с 23-го сенаторами Соединенных Штатов на федеральном уровне, с главой ФБР Лос-Анджелеса. И к нашему ужасу, наши слова остались без внимания к происходящему. Никто не понимал этой технологии и даже не верил в ее существование. А это наши лидеры. Мы встречались с Комитетом Сената по разведке за закрытыми дверями, и вы знаете, для нас это были провода и жучки. Они никогда не слышали о МК-Алтро, которое является надзорным комитетом наших спецслужб. И в 1970-х годах у нас были грандиозные слушания, которые назывались слушаниями Фрэнка Чорчилла. Сенатор от моего штата Айдаха, но я знаю, что большинство людей не знают, где находится Айдаха. И это было очень популярно, и оказалось, что ЦРУ проводило все эти испытания по контролю над разумом на людях в Канаде и Соединенных Штатах, просто в разных областях. И в итоге они уничтожили около 70 документов. Это как бы подтолкнуло меня к написанию нескольких книг, которые я написал, и проведению подобных мероприятий просто для того, чтобы просвещать мир. Это происходит. Это, вероятно, набирает обороты. Если вы кого-то знаете, просветите его, потому что шок и благоговейный трепет от того, что вы становитесь мишенью, не зная, как все это работает и чего ожидать, ужасно. И я вроде как обещал Крейгу, что не буду вдаваться в то, насколько это зло. Это сгущенное зло. Так или иначе, это мое вступление. Спасибо, Роберт. Итак, мы говорили о самых разных вещах с тех пор, как Роберт приехал в среду. Он выглядел действительно великолепно, когда проходил таможню и эмиграцию. Он стоял там один, и мы раньше не встречались, но мы были на многочисленных конференциях, радиопанелях, обсуждая эту проблему, потому что я один из пострадавших от этого людей. Я прожил в Соединенных Штатах 28 лет. Так когда же, по-вашему, начался этот контроль над разумом? Ведь ведутся дискуссии о том, что произошло со скрепкой после Второй мировой войны. Это была скрепка? Итак, после Второй мировой войны русские победители во Второй мировой войне и Соединенные Штаты, вместе с Великобританией и другими странами, решили разделить всех немецких ученых и простить им их военные преступления. И то, о чем мы слышим, это те, кто в конечном итоге строит в НАСА или создает межконтинентальные баллистические ракеты, или ученые-ракетчики. Но половина из них были учеными-мыслителями, и они рассказывают о психологической войне, о том, как социально спроектировать мир под единым мировым контролем. Мы не слышали о них, но они очень сильно влияют на все политические партии в мире. Я знаю, что есть много ученых, которые пришли вместо того, чтобы отправиться на Нюрнбергский процесс и быть повешенными, правительство США сказало, «Расскажите нам все, что вы знаете о контроле над разумом, потому что вы использовали детей в концентрационных лагерях». И США получили некоторых из этих ученых, а некоторые отправились в Россию. И с того периода ситуация обострилась. Началась гонка вооружений, и это для самой души человека когнитивная война. Да, это забавно. Мы думаем, что ядерное оружие – это то, о чем нам нужно беспокоиться. И мы так и поступаем. Абсолютно верно. Это уничтожило бы всю цивилизацию. Но вы на шаг впереди, если сможете контролировать умы тех, кто держит пальцы на ядерном оружии. Так вот в чем идея, а также вы можете формировать культуры, а не только с помощью ваших обычных пропагандистских методов телевидения, радио и так далее. Это прямое нейронное взаимодействие по беспроводной сети, пока вы спите, программирование ваших снов, создание ассоциаций, которые не являются вашей автономной сущностью. И это разговор, который должна вести человеческая раса, каждое правительство должно вести. И вот почему я всегда говорил об этом, чтобы заинтересовать этим как можно больше людей, пока не стало слишком поздно. Мы знаем, что оружие было создано для войны в Ираке в качестве примера, чтобы сообщить иракским войскам, когда они отступают, вы можете в основном говорить в микрофон. И это может распространяться на пару миль, две или три мили. И они используют это, чтобы сообщить иракским войскам, что это глаз Аллаха, опустите свое оружие. Есть две технологии. Глаз Божий — это широкая классификация, как аудиотехники, так и одна из них называется ЛРЭД. Акустическое устройство дальнего действия, которое опять же может передаваться на большие расстояния. Ни один динамик не может этого сделать, это своего рода акустическая решетка. А еще есть эффект микроволнового слуха. Доктор Фрей первый изобрел его. И есть доктор Лин из Чикагского университета, которая также работала над ним. И это странный эффект. Микроволны — это высокочастотные радиоволны, которые взаимодействуют с мозгом, слегка нагревают его, а затем охлаждают, слегка нагревают. И это делается в диапазоне чрезвычайно низких частот, и люди могут слышать щелкающие голоса, в него можно передавать музыку с разным уровнем чувствительности. И это зависит от окна диапазона мощности. И это один из видов оружия глаз Божий. Это часто в армии называют Б2К — голос в череп. Они удалили это со своего веб-сайта из-за всех людей, которые жалуются на это. И это один из аспектов. Тогда есть более сложное оружие, в котором мы используем отпечатки мозга. У каждого человека есть уникальный отпечаток пальца. Более того, у вас уникальный образ мышления. И поэтому мы можем когнитивно смоделировать определенные аспекты, такие как отпечаток пальца вашего мозга, если мы сможем получить образец вашего МЭК, который называется магнитоэнцефалограф, или, например, электроэнцефалограф, считывающий ваши мозговые волны, электричество и магнитное излучение, которое он излучает. Опять же, людям трудно поверить, что мы отказались от чипов для мозга, которые они использовали в 1960-х годах, с парнем по имени доктор Дельгадо. И он известен, как знаете, вроде как, он был профессором Ельского университета в Медицинской школе неврологии, и он экспериментировал с людьми, вводя электроды в их мозг. Он мог создавать любые эмоции, он мог двигать их телами определенным образом, очень жестоко, но это было разрешено во время Холодной войны. Он даже вставил мозговые чипы, чтобы делать это удаленно, просто радиочастотные мозговые чипы. Его самым известным экспериментом было использование чаши, и я не знаю, действительно ли он был на ринге с мячом, и был ли он Матадором. Но при нажатии кнопки, когда мяч заряжался, он внезапно останавливался. И это действительно произвело впечатление на многих людей в правительстве. Как вы контролируете людей? Можем ли мы использовать это, например, для жестоких преступников? И появилось множество возможностей, но исследование остается темным, потому что мы, моральные люди, не приняли бы его. Так вот, в одном эксперименте, когда я работал в ДАРПа, мы работали над проектом Солджер 2000. Мы пошли, я пошел с кучей парней с латунью, сигнальными ракетами, и как бы вы это ни называли, много металлов, высокопоставленные парни. Мы отправились в больницу Маст Джорнал и спросили пациентов, у которых нет родственников с деменцией, и нам нужно было поэкспериментировать на них. Но мы, в любое время, когда вы отдаете деньги или получаете их от правительства, у вас должно быть двойное применение. Поэтому мы сказали, что они могут уйти, не зная, где они. Мы хотим их выследить. Теперь это была легенда прикрытия. Мы действительно рассматриваем полный список всех жизненно важных показателей для солдат в будущем. Это было в 2000 году, очевидно, что с тех пор мы значительно продвинулись вперед. И они дали нам это. Просто торговли людьми, торговли людьми. Была такая невероятная история того, что Соединенные Штаты сделали в плане экспериментов. И это именно то, на чем они были пойманы. В Камероне был доктор, глава мирового сообщества психологии и психиатрии, и у него было финансирование ЦРУ. Он брал домохозяек, у которых была легкая депрессия, проигрывал двухдорожечные циклические кассеты, давал им наркотики, я полагаю, ЛСД. И двухдорожечные кассеты были очень негативными. Ваша семья ненавидит вас, бла-бла-бла. Я не хочу вдаваться в подробности. Это очень ужасное зло. И их личности будут стерты. А через пару недель одна женщина подала в суд, она получила деньги, и ей пришлось снова научиться говорить и писать. Так что после этого, что называется, ей буквально промыли мозги. Вы разрушаете культурный фон мозга, все, чему он научился. Затем вступает вторая половина, и это программирование. А затем вы создаете новых личностей. ЦРУ делает это для убийц с раздвоением личности, но это для раздвоения личностей. Он также используется в различных техниках допроса особо ценных целей. Так что да, существует долгая история экспериментов на уязвимых людях. Обычно люди не подвергались дискредитации. Мы кормили детей с синдромом Дауна радиоактивными хлопьями, например, чтобы посмотреть, как часто будут возникать раковые заболевания. Список можно продолжать бесконечно. В. Сифилис, который. Как вам удается заставить людей экспериментировать? Без согласия. Во-первых, это без согласия, но это тоже так. Сейчас сама медицинская индустрия является таким авторитетом, что им может тайно платить, как правило, ЦРУ, но в моем случае это было Министерство обороны. И они просто говорят «национальная безопасность». Это модное слово. В случае радиационных испытаний, во время Холодной войны, люди ложились в больницу только для базовой операции, подвергались анестезии, выходили с ожогами на теле. И это было частью процесса того, что делалось с людьми без согласия. Вы отправились туда на базовую операцию, и они вышли оттуда с ожогами на теле, и по этому поводу было проведено 18-месячное расследование. И есть замечательное видео на YouTube, где президент Клинтон встает в 1995 году, в октябре 1995 года. И он, по сути, говорит от имени правительства США. Мы должны сделать шаг вперед и извиниться за то, что мы сделали с людьми. Поэтому, когда вы смотрите на историю, она ошеломляет. Плутония, инъекции плутония, сифилис, ЛСД. Они водили чернокожим женщинам, чтобы сделать их бесплодными. Они решили, что если вы бедны или бездомны, они могут ввести вам что-нибудь в качестве подопытного. Есть так много примеров. Британия сделала это, потому что гомосексуальность была незаконной для героя Второй мировой войны, который взломал Гитлера. Энигму. Англия. Разве нет кодекса этики? Если я могу объяснить свою ситуацию. Итак, я жил в Соединенных Штатах. Я переехал туда в 1983 году. Вообще ничего об этом не знал. Я был жертвой, мишенью, тем, что мы называем мишенью по крайней мере 30 лет. Поэтому я считаю, что я одна из жертв, которым в какой-то момент во время операции были сколоты или имплантированы. У меня буквально голоса звучат в голове 20 часов в сутки. В среднем я сплю около 4 часов ночью, прежде чем у меня будет очень-очень ясные голоса. Я могу отличить свои собственные мысли от того, на что намекал Роберт. Да, именно так, компьютеризированных кошмаров и снов, которые приходят мне в голову. Я сгораю от макушки головы по всему телу от этих передач. Я могу находиться в самолете или на корабле в любой точке мира. Я четыре раза поднимался в Северную пещеру, спускался в Антарктиду, и я сбиваюсь с ног, когда эти люди решают напасть на меня. Таким образом, я буквально чувствую щелчок, о котором вы говорили, переходящий с одной стороны моей головы на другую. Раздаются голоса, моя голова начинает опухать. И это просто технология, о которой в данный момент никто не хочет знать. Вы разговариваете с практикующим врачом и говорите, «Я слышу голоса. Я говорю, что у вас шизофрения». В шизофрении мы перейдем к вопросам через минуту. Шизофрения случается с 20-летними людьми, и у них иногда бывает раздвоение личности. Они не могут жить нормальной жизнью. И это не случается с людьми в возрасте 30, 40, 50 и 60 лет. Поэтому сейчас я прохожу через ежедневный процесс, как и сотни тысяч людей. Я член правления организации под названием «Экатар», базирующейся в Бельгии. Она выступает за Международную коалицию против пыток и роботизации живых существ. И мы так упорно боремся за то, чтобы попытаться представить это как военное преступление перед парламентом в Брюсселе. К нам обращается так много людей, людей после Второй мировой войны, которые каждый божий день подвергаются пыткам. Нет ни одного момента, когда я иду по улице, потому что передача инфекции может происходить и через глаза. Я могу смотреть программу по телевизору «Джепеди». Например, я люблю «Джепеди». Или я иду на корабле и играю в мелочи. Я не могу играть в мелочи, потому что мне дают ответы. Так что рискованные вопросы связаны со спортом, которому я не следую, если только это не австралийские правила или плавание. Я не слежу за американским футболом, но мне дают ответ очень и очень четко. Я могу, как я уже сказал, провести границу между моими собственными мыслями и теми, которые приходят мне в голову. И часть этого процесса также заключается в том, что они берут вас, когда вы настолько устаете. Они берут ваши предложения и дают вам слова до того, как вы действительно произнесете те слова, которые хотите. Поэтому часть моей повседневной жизни состоит в том, что я вообще не реагирую на голоса. Они доносятся практически безостановочно. Я не реагирую на них, потому что у меня может буквально появиться изображение одновременно с голосом. И вы можете себе представить, насколько это было бы полезно для манипулирования политиками или ведущими новостей. Вставлять слова в их речи или искажать их речь, в зависимости от того, кого вы хотите победить и манипулировать. Или быть на собрании и передавать кому-то то, что вы смотрите и слушаете. И это шпионское приложение. Это шпионское приложение. И у вас не обязательно есть при себе металл, но вы даете биографические подписи, которые можно расшифровать. И это абсолютное оружие. Так что я буквально, я буквально чувствую пульсацию голосов, когда они приходят мне в голову. Я буквально чувствую это. Поэтому врач направит вас к неврологу. Вы идете туда, потому что это малоизвестно или защищается. Это информация. У вас есть невролог или ингенолог, которые очень быстро просматривают карту. Они не ищут конкретные имплантаты или чипы. Некоторые из них такие маленькие, что плохо сделаны из металла. Поэтому магнитно-резонансная томография, рентген их не выявляют. И так у вас то, что называется кальцификацией. И это происходит с костью, растущей над черепом. И я недавно разговаривал с неврологом. И невролог сказал, да, мы не заходим в те области, где мы не ищем опухоль. Они называют селфо, как и посторонние предметы. Медицинская промышленность, к сожалению, не находится в сговоре с военными приложениями, и это неспроста. Они должны принести клятву не причинять вреда. Но, как мы выяснили во время войны в Персидском заливе или буре в пустыне, вы знаете, мы пытали нескольких человек, как сказала Клинтон. Я думаю, что это было чисто. Мы делаем вещи, о которых общественность не должна знать, потому что им было бы слишком стыдно за то, что их налоговые доллары использовались таким образом. Они потенциально потеряли бы свое финансирование. Но есть и другие способы, кроме чипирования. Есть еще около 26 способов, но я не собираюсь вдаваться в них, и все они изучаются. Вот почему им нужно так много людей, чтобы провести этот опрос, если хотите. И один из таких примеров – нанопротеины, магнитные нанопротеины. Теперь о том, как они доставляются человеку, существует множество механизмов, которые могут это сделать. Но они постоянно прикрепляются к нервным клеткам и клеткам мозга, и, следовательно, просто магнитное поле, которое биосинхронизировано, биокоррелировано с вашей головной болью, повлияет только на вас, а не на человека рядом с вами. Таким образом, вы в каком-то смысле превратились в сокамерника. Это один из примеров. Я не хочу попадать в пустоту. И мы. Может быть, вы слышали о гаванском синдроме в Соединенных Штатах, когда некоторые из этих дипломатов стали мишенями. Так что, может быть, мы сможем поговорить об этом. И я хотел сказать, извините, я хотел сказать с самого начала, что мы собираемся просто обсудить все это, а потом у нас будет около 20 минут на вопросы. Извините, что я не упомянул об этом в самом начале. Так что да. Синдром Гаваны — это что-то новое, и это своего рода контрразведка. Это звучит заговорщически. Зачем ЦРУ нападать на собственных людей в посольстве Китая, даже здесь, в Сиднее? И еще есть агент ФБР, который недавно во Флориде подал в суд на правительство США. Он знает об этом и пытается это остановить. Но в новостях, в общих мировых новостях, они сначала сказали, о, это должно быть, сверчки вызывают повреждение мозга. Теперь синдром Гаваны, у них есть очень специфический набор, у врачей, которые отвечают за него. Есть очень специфический набор рекомендаций, чтобы позвонить кому-то, у кого синдром Гаваны. А это вестибулярное повреждение уха, легкая черепно-мозговая травма и другие вещи. Теперь мы можем сделать это с помощью акустического оружия, мы можем сделать это с помощью микроволнового оружия, часто называемого оружием направленной энергии ДА. Вы услышите, как используется эта аббревиатура. Однако это нечто другое, и правительство США, они лучшие агенты, они отрицают свои претензии. А зачем им угать? В этом нет никакого смысла. Потому что ваша карьера закончится, как только вы признаете, что у вас какая-то болезнь, что-то происходит с вашим мозгом. И поэтому мне, наверное, не следует говорить это на камеру, но я думаю, что это техника ложного флага. Операция Нордвудс, она была совершенно секретной, а затем была обнародована, что мы собирались напасть на американских граждан и военные базы в США, и обвинить в этом Кубу в качестве причины для вторжения. И это называется синдромом Гаваны. Это похоже на то, что они снова играют в одну и ту же игру, пытаются свалить вину за это на Россию или на того, кто за этим стоит. Поэтому я очень скептически отношусь к этому. Синдром Гаваны — это всего лишь небольшая часть этой гораздо более широкой картины сотен экспериментов, проводимых на минимуме, которые я могу оценить теми, кто говорит по-английски, подключен к интернету, которые даже осведомлены 10 в Соединенных Штатах. Очевидно, что это намного больше, и это должно быть масштабировано по всему миру. Мы говорили об этом ранее. С помощью ЭКОУТОР мы установили, что по крайней мере в мире насчитывается миллион человек, которым либо имплантировали, либо нанесли на карту их мозг, и они проходят через эту абсолютную пытку. Мы знаем, что только в Китае насчитывается 400 человек, у которых есть то, что есть у меня, B2K, которые слышат очень ясные голоса и предстали перед пекинским судом. Продемонстрировали и сказали, это то, что происходит, это то, что вы делаете со своими собственными гражданами. Мы просто совершенно ошеломлены этим в ЭКОУТОРе от людей, обратившихся к нам. И Роберт также, благодаря работе, которую мы проводим в средствах массовой информации, я не могу угнаться за количеством людей, которые обращаются к нам. И я думаю, что вы слышите похожие истории о последствиях этого, о снеобразе жизни и пытках. Поэтому я должен сказать, как я провожу свои исследования, и я очень придирчив к тому, кого я идентифицирую как так называемого целевого человека ТИ. Я должен убедиться, что они слышат голоса. Мне нужно знать, что говорят голоса, потому что CI использует сценарии, и у них есть имена, но в основном они предназначены для того, чтобы вызвать замешательство, панику, страх. Это основа глубокого понимания человека до того, как вы его перепрограммируете. И поэтому, несмотря на последствия этого, вы слышите похожие истории о людях, проходящих через то, через что прохожу я. Таковы классификации, и если они следуют сценариям, то я включу их в свои данные. Но я очень хорошо отношусь к конфиденциальности. Я не буду указывать чье-либо имя в своем интервью. Я опросил около 2,5 тысяч человек. Для того, чтобы получить хорошую выборку всего происходящего и найти общие черты. И я перестал брать интервью, потому что это так очевидно. И по нашим оценкам, 60% жертв, женщины и 40% мужчины. И у вас получилось интересно. Да, я не спорю. Да, это те, кто выступил вперед. Как правило, когда вы создаете запрограммированного убийцу, шпиона или психобомбу, у нас в США происходит много перестрелок, и многие из них слышат голоса. И это техника социальной инженерии, возможно для того, чтобы лишить права на оружие. Но вы можете заставить человека поверить, что он слышит определенный голос. И это изменение голоса, то, над чем я работал. И вам нужен только образец, небольшой образец любого человека, разговаривающего по телефону. Анп собирает все это. Значит, у всех ваших голосов есть образцы. И они могут подбросить голоса вашей семьи, умерших родственников, если у них уже есть образец из прошлого, который был собран. Это напоминает мне о Нэнси Рейган, которая направляла некоторых умерших родственников. Все это может быть еще одной формой манипулирования лидерами. И поэтому это очень разрушительная технология, с точки зрения демократии и религии, здесь нет свободы воли. Хорошо, тогда как же это выживет? И даже преступление и наказание. Если вы не знаете, чей разум на самом деле манипулирует этим человеком, побуждая его к насилию или преступной деятельности, справедливости нет, потому что вы не можете этого сделать. Вы связываете тело, а не автономию и свободную волю человека. Так что, интересно, там был парень по имени Эван Кэмерон, и некоторые из очень близких мне людей признали связь, которая была у меня с Джеймсом Кэмероном. О, точно. Так что не то, чтобы они вообще были родственниками. Но раньше я жил с Джеймсом Кэмероном, ученым-режиссером «Аватара» и «Терминатора». И мы в то время, как я жил с ним около четырех месяцев в Малибу, поехали продвигать «Аватар» в Сиэтл, штат Вашингтон, и совершили побочную поездку в компанию под названием «Айлэбс». А я кто-то смотрит на это. Там проводится много исследований мозга, и мы видели передачу мыслей ребенка на экран. Таким образом, ребенку буквально давали названия животных, и ребенок проецировал их на экран. Так что в этом есть несколько действительно положительных моментов. Не то, чтобы мне нравилось наблюдать, как ребенка используют для этой демонстрации, но в этом есть несколько действительно положительных моментов. Когда люди, страдающие болезнью Паркинсона, теперь могут буквально смотреть на экран. У них есть очень тонкие провода, которые вставлены в их мозг, и они могут буквально напечатать своими мыслями электронное письмо и отправить его кому-нибудь. Так что я один из тех, к сожалению, морских свинок, которых я не остановлю. Да, а вы пользователь «Вофер»? Я война, я война. Мне нравится, что гражданские ученые догоняют, и многим людям не нравится Илон Маск, как и его компания Ньюролинг. Но я думаю, что это необходимо для повышения осведомленности. И это не будет регулироваться до тех пор, пока гражданские лица не поймут и не скажут, посмотрите, что мы можем сделать. Мы можем соединить обезьяний мозг с человеческим. Сейчас в университете Дьюка они экспериментируют с тем, над чем моя будущая книга или книга, над которой я сейчас работаю. Она называется «Эмерджентные умы и топология мозговых сетей». Это означает, что вы можете соединяться так же, как вы можете соединить мозг трех людей вместе. Они делают это с обезьянами в университете Дьюка. И они становятся сверхинтеллектуальными. Не просто как разговаривающие три человека, они становятся единым разумом, суперинтеллектом. И они могут решать проблемы, лабиринты и другие вещи, которые не под силу одной обезьяне. Вот это довольно интересно. Представьте себе стратегию ведения войны или другое решение мировых проблем. Это может быть полезно. Кто собирается стать добровольцем в качестве проблемы? Вы используете мозговые способности других людей. И поэтому я пишу об этом только с теоретической точки зрения и для того, чтобы просветить людей о том, куда ведет эта технология. Сможем ли мы когда-нибудь раздать наши мобильные телефоны и обзавестись мозговым кораблем, и все мы будем общаться телепатически? Очень возможно, что это будущее. И люди скажут, нет, я бы никогда этого не сделал. Бьюсь об заклад, люди выстроятся в очередь, но это единственный способ, которым они могут конкурировать на работе, вставить новый язык или повысить свой интеллект. Или знаете, люди говорят, что им никогда не поставят имплантаты. Вы потеряли свой бумажник или что там у вас было, вашу медицинскую карту, все это имплантировано. Люди собираются это сделать. И это на разных языках. Итак, у нас есть очень хороший друг в Соединенных Штатах, который живет недалеко от Чикаго, который также участвует в дискуссиях по этому поводу, доктор Леон Байор. И ему поставили этот диагноз, и голоса, которые приходят ему в голову, все на русском языке. По-русски. И использование голосов членов его семьи для уничижительных замечаний. И правительство США признало, что у него это есть, что так фантастично. Я хотел поговорить об аббревиатурах, о которых мы говорили ранее. Одна из них — Тэмия, одна — Разум, а одна — Сатана. Хорошо, и все это под системой и эволюцией технологии, управляемых Разумом. Но я собираюсь начать еще дальше. Есть одна, которая называется Рэхик, и она расшифровывается как дистанционное гипнотическое интер- или внутримозговое управление. И это означает, что она находится на расстоянии, и это старая технология ЦРУ, на расстоянии мы можем контролировать мысли, поведение, настроение. И мозговая часть, очевидно, использует форму нашей идентичности самого высокого уровня, наше эго, нашу вычислительную мощность, которая объединяет все остальные части нашего мозга. И затем, и вы знаете, я думаю, этим все сказано, но некоторые из этих других сокращений — это системы, которые мы разработали. Разум — это магнитно интегрированные дубликаторы нейронов. Таким образом, мы действительно можем дублировать виртуальные нейроны в человеке, а также клонировать эту личность в суперкомпьютер. Это становится действительно научным или научно-фантастическим, но это не так. И это ни в коем случае не стацентная точность. Мы еще далеки от этого, но многие богатые люди инвестируют в эту технологию, потому что они не хотят умирать. У них много денег, они хотят умереть. Так что это своего рода кремниевое бессмертие, когда они идут вперед. Они не достигнут этого, потому что невозможно получить стацентную точность человеческого разума. Слава богу. Это похоже на то, что у нас могут быть наши индивидуальные души. Я прохожу через свои ежедневные пытки, не только благодаря моей семье и друзьям, которые помогли исследовать эту информацию, но и благодаря работе, которую я выполняю. И это абсолютная пытка. Но я протягиваю руку помощи и помогаю стольким людям, сколько могу, и таким образом отплачиваю им тем же. Это помешало мне выполнять большую часть работы, которую я хочу делать сейчас, когда я на пенсии. Я просто хочу вкратце поговорить об образе мышления, потому что я не хочу признавать виновных в этом преступлении. У меня огромная духовная связь. Я каждый божий день смотрю в окно и думаю, слава богу, я родился в Австралии. У меня есть прекрасный член семьи. У меня есть замечательные, замечательные друзья, которые провели исследования и были рядом, чтобы поддержать меня в этом. И мне просто интересно, что это за человек, который продолжает поступать так с другим человеком. Пытка невыносима. Я имею в виду буквально, что люди справедливы. Интересно, кто это такой? На какого психопата нужно давить? Именно так. В мире так много зла, и когда они говорят со мной, это похоже на то, во что я не верю, и они все время используют уничижительное выражение. Я не верю в Бога, я здесь ненадолго. Нам все равно, что случится со всеми вами ставшими мишенями. Это работает на население. И вы думаете, хорошо, значит, вы сидите дома, и вам, возможно, кто-то платит за то, чтобы вы продолжали делать это с людьми, отскакивая где-то от спутника. Это так. Хорошо. Да, я знаю, я знаю. Я говорил об этом. Я не собираюсь соглашаться. Да, так что мы можем просто признать, что в мире так много зла, как мы знаем. У нас есть не только диктатуры, но и люди, которые постоянно спонсируют это. Так что я буду продолжать бороться с этим, вот почему мы говорим об этом. Это стоит больших денег. Это стоит кровавых денег. Но как Оппенгеймер, Оппенгеймер, который вроде как был отцом атомных бомб, был ли он злом или спасал жизни? Или вы знаете, есть моральная серая зона. И многие люди не могут видеть общую картину, и они в ловушке. Вы знаете, я частично в ловушке клятв национальной безопасности и всего такого, о чем я могу говорить. А вы спрашивали еще о двух аббревиатурах. Почему бы нам не вернуться к ним? Теми. Усиление мыслей теми интерфейс разума, и это способ вернуть кого-то в детство, например, заставить его вспомнить воспоминания. Предположим, что они террористы, вы можете заставить их раскрыть свою сеть, с кем они встречаются, и тому подобное. А затем сатана, это злая часть всего этого. Сиай довольно известен тем, что убивает лидеров, которые мне не нравятся в людях. Это означает тихое убийство с помощью адаптивных сетей. Теперь это могут быть нейронные сети, такие как то, из чего состоит ваш мозг из-за дисфункции, или это могут быть социальные сети, и включает в себя это. Изолировать человека, лишить его голоса и заставить поверить, что вся его семья и друзья против него. И поэтому гипноз, дистанционный гипноз, рэхик работает лучше, если человек изолирован, чем если у него хорошая группа поддержки. И другие сети, вы можете себе представить, мы все так или иначе связаны между собой. Это могут быть социальные сети, которые могут проникнуть внутрь, поделать вас на фейсбук или что-то в этом роде. И речь идет об уничтожении человека со всех возможных сторон. И никто им не поверит. Вы что, надеетесь, что правительство доберется до вас? Кто вы такой? Зачем им это делать? И это типичные вопросы. Они делают это, потому что им нужно получить данные, или они хотят использовать вас. И это, вероятно, потому что вы никто. У них есть какая-то причина так поступать. В любом исследовании им нужен образец всех языков, всех культур, всех людей, чтобы убедиться, что оружие работает на всех. Или у вас есть определенные группы, которые они тоже использовали? Я обнаружил, что для этого эксперимента использовалось много геев. Мое знакомство с Джеймсом Кэмероном было ошеломляющим. Один из самых высокомерных людей, которых я когда-либо встречал и с которыми жил, но я многому научился из этих отношений, а затем увидел в iLabs, что произошло с экспериментами. Так что, если бы у меня этого не было, в мире есть много людей, у которых нет поддержки, и это просто ужасно. Так много людей, и некоторые люди, конечно, совершают самоубийство из-за этого. И мы там. Причина, по которой мы сейчас занимаемся этой работой, заключается в том, что роб-педагог, а я всего лишь одна из жертв, говорящих об этом. И мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо, чтобы люди лучше понимали ситуацию. Любой хороший человек не может просто сидеть и смотреть, как уничтожают людей. Поэтому мы делаем это, потому что хотим поделиться информацией, чтобы вы могли потом продолжать и делиться ею с людьми. Это то, о чем мы просим. Это правильно. И тогда давление будет еще больше, и политикам придется больше не валять дурака. А газеты и средства массовой информации не смогут скрыть этого со всей этой контрразведкой, которая продолжается. Я не смотрел телевизор, наверное, лет семь, потому что я вижу все насквозь. И мне просто не нравится пропаганда и ложь, которую они говорят общественности. Как у нас дела в срок? Да, я думаю, мы как раз подошли к тому моменту, когда мы могли бы уделить 20 минут вопросам. Я собираюсь спросить Сэма, если у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, пожалуйста, просто поднимите руку, и мы получим столько вопросов, сколько сможем. Да, наличными. Привет, доктор. Итак, я знаю, что вы участвовали в создании этих чипов, исходя из того, о чем вы говорили. И я знаю, что это, вероятно, намного сложнее, чем кажется, но не могли бы вы. Не могли бы мы создать страницу GoFundMe и найти? Вы создаете что-то для обнаружения чипов, чтобы просто удалить их у кого-нибудь, а не пытаться разоблачить этих людей. Потому что я думаю, что эти злые люди просто не остановятся. Многие люди пробовали это сделать. Чипы, если бы это были чипы, есть потенциально дорогостоящие способы, которыми вы могли бы их найти. Я обслуживаю вашу группу. Нет. Я мог бы поговорить. Зависит от того, откуда вы родом в мире. Я мог бы поговорить. Наш друг из Бостона, Фрэнк Галлон. Я иногда участвую в его программе, в радиопрограмме, о которой говорят, и он называет это ЭКО-ЕКО. Да, я обслуживаю. Я обслуживаю. И Мелани Брайн, которая является президентом ЕКО, говорит, что она говорит ЭКО. Так что у меня есть, в зависимости от того, с кем я разговаривал. Так что это расшифровывается как ЭКОТ или Международная коалиция против пыток и роботизации всех живых существ. И таких групп много, которые возникли по всему миру. Они пытаются получить финансирование, они пытаются определить, что у кого-то есть сколы, или я сделаю уговорку. Они излучают радиочастоты в определенных точках своего тела, в безэховых камерах, вы знаете, экранированных от внешнего мира. Вы не можете полностью защитить что-либо. И я работал в некоторых из них, когда я работал в военно-морском флоте, мы использовали много антикодовых камер. Так что это хорошая идея, но все намного сложнее. И тогда кому вы даете показания? Обратитесь к своему конгрессмену, они просто пожмут плечами. Обратитесь к судье, они ничего об этом не знают. И в моем случае мне приходится на протяжении многих лет действительно учить людей, просвещать людей по этому вопросу, которые настолько ошеломляют, что я думаю, «Хорошо, я не могу это принять, я не могу принять эту информацию, зачем мне это нужно?» И опять же, это происходит благодаря обмену информацией. И вы знаете, благослови Бог, то, как мы встречались в течение последних двух-трех лет на панельных дискуссиях, которые мы проводили по этой теме, и отправке видео на YouTube. И люди, связывающиеся с нами, это просто ошеломляет. Но это то, что нам нужно сделать, потому что мы делаем это только потому, что я делаю это ради будущего детей и внуков, будущих поколений. Они будут страдать от этого. Мы уже видим, как дети все время ходят со своими телефонами. Связи нет. Так что это то, что нам нужно сделать. Мы должны иметь возможность поделиться этой информацией с будущими поколениями, чтобы остановить это. Итак, чтобы ответить на ваш вопрос, почему правительство должно выдавать гранты, чтобы остановить собственное оружие? Мы можем это сделать, но это очень дорого. Вы можете провести, например, хороший эксперимент со сверхпроводящим жидким азотом при высокой температуре, но при этом ваша инвариантная трехкамерная мультиплексная камера из оксида меди для проведения некоторых испытаний. Это 10 миллионов долларов. Только правительство может позволить себе некоторые из этих методов защиты и другие вещи. Но в конце концов, надеюсь, Илон Маск найдет что-нибудь из своего богатства и привлечет хороших ученых для дальнейшего изучения этого вопроса. Насколько эффективны клетки ФЭС для всех военных, такие как клетки ФЭС для борьбы со шпионажем? АН спустилась с Масмана, и Н тоже стала мишенью. Существует стандарт, называемый эшелон, который в основном представляет собой допустимые электромагнитные частоты, которые разрешены некоторым защищенным лабораториям. Они находятся в клетках Фарадея. Они будут показывать определенные частоты. Но большинство из них Я бы посмотрел на бомбардировщик-невидимку, на типы технологий, которые они используют для ослабления частот радаров и поглощения их. Большинство людей не могут позволить себе хороший бомбардировщик. Они не знают нужной толщины, какие частоты можно отфильтровать. А я не знаю системы. Я думаю, что могу сказать следующее. Она может подстраиваться под любой частотный диапазон. Это полный спектр. Так же как и волны элф, которые на чрезвычайно низких частотах используются подводными лодками для трансляции из глубин океана. Они проникают почти во все. Таким образом, их чрезвычайно трудно заблокировать. Но с точки зрения показаний людей, некоторых людей, которые их построили, они говорят, что это действительно ослабляет. И до сих пор все методы, помогающие людям, это глушители или глушители. И это немного прояснит их голову, и тогда они, возможно, смогут жить немного лучше. Но пока, насколько нам известно, нет цетипроцентной эффективности. Каковы критерии таргетинга? И какова конечная цель? Конечная цель. Могу я просто? Да, пожалуйста. Так что в моей ситуации, я думаю, я предоставил нападающим возможность. Они знали, они очень тщательно подбирали этих людей. И я верю, что поскольку я путешествовал, пока был в Соединенных Штатах, так много туда и обратно в Европу, я был директором круизной линии класса люкс. Так получилось, что я тоже гей. Я знаю, что многие геи были использованы в этой технологии, где со мной связываются очень многие из них. Это восходит к тем временам, когда они следовали за мужчинами домой. Если вы ходили в бар, и вас подцепляли проститутки, и они тестировали ЛСД, и у них было два зеркала, проверяющих действия. Это называлось полуночный климат. Полуночный климат. Поэтому в моей ситуации я предоставил им возможность проверить воздействие со спутника, или где бы он ни отражался, на ионосферу. Когда я был во всех этих разных странах, или в южной части Земли. И я только что обнаружил, что мое преследование, мои пытки усиливаются по мере того, как я больше говорю об этом, но у меня нет возможности сделать что-то еще. Я путешествую так много, как еще могу. Я провожу здесь концерты по сбору средств, которые я люблю проводить, которые просто фантастичны. И сейчас я должен сделать свою жизнь настолько простой, насколько это возможно, но я не сдамся. Они никогда этого не сделают. Я называю этих людей кошками. Си-А-ТС, трусы, актеры и предатели. И однажды их девять жизней кончатся. Итак, Крейг, вот как вы думаете, почему вы стали мишенью. Абсолютно верно. Исторически сложилось так, что правительство ищет людей, которых можно дискредитировать. Они живут одни. У них либо нет никакого голоса в обществе. И я думаю, что возможно, они совершили какое-то преступление. Но из всех людей, которых я опрашивал, в зависимости от того, насколько это будет честно, и я не уверен, это выглядит для меня более случайным, чем что-либо другое. Как будто они тестируют это на широком круге людей. Я слышал, что в случае с Крейгом здесь, если вы отождествляете себя с какой-то группой, вы убеждаетесь, что они нацелены на эту группу. И я могу назвать каждую религию в мире, и они верят, что их преследуют конкретно за их религию, например. И это отчасти привело меня к моему выводу. Это широкая улыбка всех людей на планете. А чем все закончится? Ой, конечная цель, полный контроль. Полный контроль. Чтобы мы все могли вечно жить в утопии и не знать, что нас контролируют. И это для того, чтобы предотвратить войну, ядерную войну, биологическую войну. Люди не могут даже думать о зле. Вы получаете, как маленький шок скиннера в коробке. О, я не должен был воровать. Хорошо, все будут действовать идеально. Это злое управление приводом. Да, это так. Поэтому для тех из нас, у кого есть душа, осознать, что у нас есть душа, которую мы чувствуем благословенной во многих отношениях, для меня это очень просто. Очень легко, что я нахожусь в контакте со своим существом и чем-то большим, чем я сам. У меня есть эта связь, и я осознаю, как много зла в мире. У нас 20 детей, дети умирают понапрасну каждый божий день. И я стараюсь вернуть как можно больше, но сейчас я не могу, потому что я участвую в этой программе, которая была создана и затрагивает так много людей по всему миру. Так что, если я могу сказать только с помощью и культур, если кто-нибудь захочет сделать пожертвование, это нам поможет. Мы очень скоро передадим это в парламент в Брюсселе. У нас есть физик, британский физик, доктор Барри Троуэр, который создал платформу управления разумом для... Разведки радиоэлектронной борьбы для британского военно-морского флота. Очень мудрый человек, и он готов высказаться. Он выполнил условия своего соглашения. Да, так что он приедет, чтобы помочь нам выступить перед парламентом. Так что, если вы хотели бы сделать пожертвование сегодня, я знаю, что некоторые из вас сделали это, большое вам спасибо за это сегодня. Но если вы хотите зайти на наш веб-сайт, который называется icator.b, там есть биография всех нам, членам правления. А также возможность просто поделиться деньгами, если вы можете помочь. Мы делаем это только для будущих поколений. Это все, что мы здесь пытаемся сделать. Я имею в виду тот факт, что мы должны действительно сесть и не торопиться ради будущих поколений. В то время как у этих людей, совершивших это преступление, также есть дети и внуки, которые могут пострадать, это справедливо. Это ирония судьбы. Это парадокс. Это парадокс. Да. Это Кристофер. Крейг, мне интересно. У вас очень высокий уровень беглости речи. Как получилось, что пытка, которую вы описали и от которой вы страдаете, сочетается с этой беглостью речи? У меня тоже есть этот вопрос. Это отличный вопрос. Я не знаю. Я могу сделать такое лицо. Я его не надеваю. Как мне это описать? Я стараюсь сохранять баланс между тем, что со мной происходит. Я не очень часто говорю об этом. Я бы не стал говорить об этом, потому что познакомился с вами благодаря сбору средств. Я не очень много говорю об этом, кроме панельных дискуссий и так далее. Это ошеломляет. Я не знаю, почему они меня не убивают. Они легко могут убить меня. Они много-много раз доводили меня до смерти. Много-много раз. В этом путешествии я только что проделал путь из Ванкуэра в Окленд. Прямо там, совершенно без сна. Каждый раз, когда я пытался вздремнуть, оно просто отскакивало. Есть вероятность смерти, потому что все связано с вашей нервной системой. Могут выделяться гормоны, которые вызовут сужение сосудов, если у вас есть какие-либо наследственные сердечно-сосудистые заболевания, да, они могут убить вас. И русские, также из отчета ДИА, разведывательного управления Министерства обороны, я думаю, что это было в 70-х годах, сказали, что русские разрабатывают оружие для сердечного приступа с помощью внезапной панической атаки. Это часть страха. Вот почему они называют их привидениями и жуткими до смерти. Так почему же они свергли Путина, например? Если они могут контролировать вас. Мы можем просто передать микрофон? Это верно. Они вас не контролируют. Извините, я просто начинаю вопрос снова. О, почему их до сих пор не сняли? Используйте эти приемы. Эти приемы нужно снять. Чтобы тихо убить Путина. Да. Во-первых, русские знают об этом. У них есть своя собственная, как они называют в своей контрразведке, психическую армию. И поэтому у них может быть защита для Путина. Во-вторых, они хотят держать это в секрете. Такой мировой лидер, как Путин, сказал, что они атакуют мой мозг. Это сносит крышу со всего. Теперь мы заглянем в историю всех остальных, кто утверждал это, и подумаем о последствиях действий правительства там, где это произошло. Но я думаю... Внезапно. Например, путем убийства. Потому что есть много людей, которые хотели бы его убрать. Я использую его в качестве примера. Есть и другие методы. Это контроль. Разве они не могли приказать убить его? Да, но обычно косвенные убийцы, что они будут делать, так это использовать кого-то, кто является мишенью, а не вас, вы добрый человек. Но кого-то, кто является мишенью, сбитый с толку, они будут использовать голос Путина, чтобы пытать вас. О, попробуйте убить меня, если хотите. И именно так вы программируете убийцу. Им не платят, но они хотят получить свою боль и пытки. Многие ТИЭС постоянно испытывают физическую боль. Хорошо, спасибо вам. Кристофер. Да, Крейг, в этом есть всего два элемента. Можно предположить, что эти голоса... Кто-то ранее сказал, кто стоит за микрофоном. И один берет сгенерированное компьютером изображение, и кто-то просто нажимает на кнопку и отправляет его. И когда вы думаете об экспериментах... Обычно эксперименты сопровождаются исследованиями. Исследования сопровождаются мониторингом. С какой целью существует возможность случайным образом воздействовать на вас и мучить вас, не идентифицируя исследования того, что происходит? Мы выигрываем? Достигли ли мы чего-нибудь? Я могу ответить на этот вопрос. Система работает в зависимости от уровня стресса. Так что думайте об этом как о дистанционном тестировании детектора света. Но если вам все равно и вы гордитесь этим, то перейдем к следующему сценарию. Как они отслеживают результаты своих исследований? Они читают его в режиме реального времени. Таким образом они получают ретрансляцию? Да. Это подлая часть. Это хитрая часть. И когда ЦРУ проводила эксперименты с ЛСД в Конгрессе во время церковных слушаний, спросила их, почему вы даете людям ЛСД, а затем не отслеживаете его, долгосрочные эффекты или что-то еще. Они следили за долгосрочными последствиями, но они... Они не могут сообщить об этом Конгрессу. У них даже нет допуска к секретной информации. У нас в Соединенных Штатах есть открытое правительство, за которое люди голосуют, а затем у нас есть тайное правительство. И тайное правительство становится все более могущественным с каждым днем. Это что, конец марионетки? Да. Кукловоду. И по-вашему, это то, что я делаю? Я продолжаю и говорю, да, я знаю, что вы можете убить меня. Продолжайте и сделайте это. Потому что гнев моего Бога обрушится на вас. Вот в чем дело. Если вы хотите пойти дальше и убить меня, я знаю, что вы легко можете сделать это с любой из намеченных жертв. Поэтому я просто все время поддерживаю этот баланс. И это похоже на вашу книгу «Ловец душ». Они не могут проникнуть в мою душу. Я пошел и сказал многим людям, что они оставили шрамы на моей душе, но они никогда не получат мою душу. И именно поэтому он постоянно становится мишенью этой автоматизированной системы, так как есть сигнатура мозга, которую мы ищем у того, кто сломлен. Мы сломали эту лошадь, мы сломали этого человека. И мы победили. Теперь мы можем перепрограммировать или делать все, что захотим. Вы проделали большую работу с ЦРУ, и у вас есть много информации обо всех этих вещах. Как получилось, что они до сих пор не оценили вас? Я знал этот вопрос. Парень из израильской секретной службы Илиасада предупредил меня, чтобы я не приезжал в вашу страну, потому что если я уеду из Соединенных Штатов, меня убьют. Я не боюсь смерти. Я поступаю правильно. Это великая цель моей жизни. Это спасение чужих жизней. И я получаю, наверное, по электронной почте в день благодарственное письмо за то, что вы спасли чью-то жизнь благодаря информации, которую я предоставляю. Я просто не могу жить в страхе. Я собираюсь делать то, что я делаю. Они могут убить меня? Да, конечно. Я не возражаю. Да. Но я также стал слишком заметной фигурой, что, вероятно, вызвало бы множество вопросов. Роберт, вы ограничены в том, что можете сказать? В какой-то степени. Я могу рассказать вам, как мы создаем НЛО, например, с помощью оружия, направленной энергии, шары в небе. Но я не могу подробно говорить об определенных сигнальных разведанных, продвинутых датчиках и системах. Как Крейг знает, я склонен быть оптимистом и, возможно, наивным утопистом. И я действительно люблю научную фантастику и читал много антиутопической литературы, когда учился в старшей школе. Но обычно во время войны есть приложение, разработанное для поддержания мира или предотвращения нападения. И обычно вы можете увидеть что-то вроде технологических или медицинских достижений во время войны, которые впоследствии находят гражданское применение. И когда вы говорите о том, как я, парень, если я правильно это произношу, например, знаете, моя 98-летняя бабушка умерла около года назад. И они вроде как всегда просто думают. Разве не было бы здорово, если бы вы могли загрузить ее мозг, ее жизнь, опыт в облако или на флэш-накопитель, и вы все равно могли бы это сделать? Майкрософт. Вроде как. И потом ее родители и ее родители, так что вы не стали бы возиться с генеалогией доткомов, или вы все еще могли бы слышать истории таким образом? Это работает по-другому. А затем была какая-то часть разговора ранее, где мы говорили о том, знаете ли копирование копий-копии, а затем мы смотрели телевизионную версию фонда Айзека Азимова. Или Клеона продолжают копировать, но каждая копия похожа на плохую копию на копировальной машине. Слегка заносит. Так будут ли положительные применения? Да. Даже сказав «хорошо, вы знаете, это говорит глаз Божий, это все, я сложу ваше оружие». Вы могли бы сказать во время пандемии «сохраняйте спокойствие, не беспокойтесь об этом так сильно» и тому подобное. Так что же у каждого в голове был свой личный Иисус, который говорил очень позитивные вещи, но не отвлекал? Мы направляем вас. Вы заблудились и можете подключиться к интернету по беспроводной сети в любом месте. О, вам нужно повернуть здесь налево, если вы хотите туда попасть. Это похоже на личного помощника. А потом вы упомянули бабушку и дедушку умершего родственника. Microsoft, некоторые другие компании уже делают это. Не загружайте мозг. То, что они делают, это использование марковского моделирования речи, того, как они звучат, и с изменением голоса, того, как они звучат, и фраз, которые они используют. И это дает вам приятное, теплое, нечеткое ощущение, что они все еще рядом. У нас есть время еще на один вопрос. Есть ли у них какая-нибудь статистика о количестве людей, пострадавших от этого в Австралии или нет? Да, мы здесь. В Австралии это медленный процесс. Это действительно так. Они слышат об этом, они идут к своим семьям и говорят об этом. Семья иногда не хочет об этом знать. Члены моей семьи не хотят знать об этом. И у меня есть врач в моей семье, который просто не хочет об этом знать. Поэтому все, что я могу предложить, это то, что если есть какие-либо люди, которые, как вы знаете, очень-очень близки вам, которые говорят что-то об этом, и вы знаете, что они уходят из нормальной жизни. Пожалуйста, откройте дискуссию и действительно поймите, что медицинская практика на данном этапе не признает того, через что я прохожу. Через что проходят другие. Итак, у меня есть два друга в Западной Австралии. У меня есть для меня новый контакт с Энн. У меня есть парень в Нью-Касселе. Так что это происходит потихоньку, и да. Так что если вы обратитесь к врачу, некоторые из них просто скажут. Происходит то, что они говорят мне, а Марс не настоящий или Земля плоская. Мне пришлось пройти через это. Я дошел до того, что попытался заложить фундамент, чтобы медицинская практика это поняла. И все, что мне сказали, это то, что как только медицинская комиссия в Новом Южном Уэльсе признает, что это действительно происходит с людьми, и что мы не бредим и не сумасшедшие, будем ли мы тогда расследовать это. Это неприятная ситуация, сидеть перед врачами и проходить через это только для того, чтобы каким-то образом получить признание, не будучи униженным. Или получить направление на магнитно-резонансную томографию или рентген. А рентгенолог, как правило, ищет какой-то тип опухоли, и ничего больше, как я уже говорил. Я проработала медсестрой 30 лет в отделении неотложной помощи. Вы можете взять микрофон? Я проработала медсестрой в отделении неотложной помощи около 30 лет, и к нам часто приходили люди, несколько человек приходили и говорили, правительство, нападали на меня и пытали. А до того, как я стала мишенью, я просто смотрела на них и спрашивала, когда вы принимаете антипсихотические препараты? Когда я стала, стала одной из ТИ или одним из людей, которых я полностью люблю? Слушайте, точка зрения, стены вашей реальности рухнули. Это так трудно объяснить любому нормальному человеку, потому что они не могут себе представить, что правительство будет злоупотреблять невинными правилами. Они даже написали об этом в медицинской литературе, если кто-то говорит, что правительство делает это с ними, вы должны классифицировать их как таких-то и таких-то. Хорошо. Хорошо. Спасибо всем вам за то, что вы сегодня здесь. Спасибо вам за то, что выслушали эту интересную дискуссию, и моему дорогому другу за то, что потратили время на то, чтобы сообщить последние новости о том, что происходит. И, пожалуйста, все, о чем я прошу, это всех вас и всех, кто делится этим сегодня со всем миром. Пожалуйста, поговорите со своими друзьями, своей семьей о том, что происходит, и насколько это реально. Мы должны остановить это. В противном случае пострадают будущие поколения, и поэтому мы будем продолжать бороться и делать все, что в наших силах. И, как я уже упоминал, если вы захотите помочь нам с Катаур, это было бы совершенно замечательно. Так что спасибо вам, мой дорогой друг. Большое вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ